Говорит с вами тут тема такая. Вот в интернете показано, когда у нас. На меня столько нападок, и на батюшку ни одного. Батюшка у них хорошая, нигде не вмешивается. Люди незнакомые даже, но действительно хорошие, действительно не вмешиваются. Но так ли это хорошо? Вот вопрос. Он в прошлом году говорит людям. Я ведь только крещу. Ни одна душа через меня не пришла. Вот так они где-то сидят. Ну все. Пятеро мои. Еще там 50 человек, 500, 5000. А почему? Бог знает. Кому много дано, много спросится. Он кроткий, смиренный. Я говорю, он любит ходить по уголькам. Пока не трогать. Может что-то как-то наладится. Зачем его трогать? Ну он разбил чашку там, ну еще-то уж так. Да я заплачу тебе. То есть он очень кроткий. Вот он дома сидит и слышит теленок ревет. А соседи уехали. И они наказали детишкам. Теленок привязали его, напоили. И вы тоже ему воду наливаете, дети. А теленок-то привязан. Он на берегку-то ходит. Теперь-то он прошел, траву ел два раза. Да ведра-то затянуться уже не может. Если ближе поставить к этому колу, он верегками рассмехнет. Жара. Он ходит вокруг. И головой его притянуло. Вот так он стоит и орет. Он не поймет, что надо разберуться назад опять. Ну, теленок, ему не дано. Батюшка пошел бы, знал в чем дело. Распутал его, пошел воды принес, налил. А ребятишки где? Ребятишки залились. Где-то играют. Они забыли, что у них дом есть. У меня мысли даже нет, чтобы я так делал. Это я должен делать теперь все. А в другом доме та же самая история. Я должен ходить только телят, этих отматывал, кормить. И больше еще. Мне искать и надо телят. Я найду ребят. Я их привяжу к этому полу. Я их сгрею так, что они около теленка ночевать будут. Их оставили. И за это я уже перед Богом отвечаю. Вот наша разница. Я могу назвать день моего обращения. 27 сентября 1962 года. 17.00. День возбижения счастливого же творящего креста. Латвийская СССР. Город Венспут. Улица Карла Розенберга. 18.4. Все. Моя жизнь полностью изменилась. Вся. До основания. Притом я ничего не делал. Это Бог делает. Я искал, я жаждал. И это у меня описано в книге «До Слово Божие не то». Теперь, когда сказал, обратился ко своим людям, и говорю, вы напишите, кто как обратился, как пришли в общину. Ну и даже люди, которые не в общину не пришли, ходили на занятия, и они ответили. В общей сложности 84 человека. Это уже можно сделать. Вывод какой. Почти все 100% указывает, ходили на занятия или слушали радиопередачи, которые я видел. Вот и все. И мы так же. Вот так же. Понимаешь, какое дело-то? А как-то образумится, а как-то никак. Я не буду ждать, когда образумится. Я начинаю заранее тушить пожар. Ну, может прогореть, да недалеко, рядом. Потом, ну, что сделать, загорелось. Знаете, разумные человек и мудрые – это большая разница. Разумные знают, как вылезти из зимы, а мудрые знают, как и попасть в нее, в эту яму. А ты можешь день-ночь учиться, есть условия таскать, а ну-ка провалюся. Всю жизнь хорошую. Я должен все условия знать. Какие повороты, куда идут. И сразу другим сообщаю. Я ездил в машине с человеком, который стал митрополитом. И мы ездили, говорит, от континента до континента. Делали сборы. Были у меня выступления. Я в синоде там сижу, спрашиваю. И живу в синоде. Это большая разница. К нему привезли, ночевал, проголосовал, поехал домой. Я его не обвиняю. Вот сегодня он пришел и говорит. Я говорю, вот видишь, там как подмывают. Тогда не могли не так. У нас не было ни сверз, ни свай, ничего не было. Не надо воду поднимать. Уровень воды. Я говорю, там полметра было-то. Ну и что? Полметра там ниже, и все промерзает. Грязь одна. Кроме того, промыв. Промыв шириной метров шесть. Не меньше. И глубина метра четыре. И теперь, посчитай, когда подъезжаю, дорога. И вот такой, ну, дом. Это прорыв воды. Да-да. И они обижали вас, чтобы поехать туда 10 километров. Они едут в другом направлении. И там, 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 вокруг этих околков, где лог кончается, проходит. А для меня это задача. Я стал думать, как? Так прорыв первый на первом мостике. Я всякие разные делал, как вот дерево там связывать. Договаривались купить или как там достать такой большой, списанный, у машин называется, прицеп или как-то. Ну, метров шесть длиной такой машины такие. Есть списанная. Ну, и тут вы посмотрите, что они сближают, дорогу там. Наконец, увидел фильм «Кавказский пленник» Ива Толстого. И там переезжают они через горную реку, река Тещерка, и они по камням. По камням. Вот у прорыва заводит камень, а где потеряете? И все нашли. Сколько там кубометров, я не могу сказать. Ну, кубометров 30 камней больше заложили туда. Камень. И теперь видишь, как идут, видишь? Вода идет, проходит. И там подняли воду. Четыре метра сейчас. Четыре метра. Рыба. Новые птицы появились. Это меняет микроклимат. Мы даже не замечаем, ведь это дло, это даже в любую жару. Это микроклимат. Кроме того, вот мы недавно. Опять с рыбой. У нас все свое. Как делать? Не знаю. И вот дороги. Какие дороги делают? Они что-то для дороги сделали, потерялись? Не один. Вот где проезжаешь мимо храма, а дальше резинка, туда только мог пройти. Ну, вот, Беларусь, такой трактор, колеса. Вот такие вот колеи водой наполненных, люковой. А остальное они через кладбище проезжали. У меня стоит задача. Я разузнаю. Где будет дозер? Нанять, привезти. При пенсии восемь тысяч, а привезти, увезти. Только привезти и работать пятьдесят тысяч. Понятно, что еще ради, да и вы живете, а не я в городе живу, прописано. И еще это для меня никакой роли не играет. Людям плохо. Вот это для меня. Людям плохо. Теперь я его привозят сюда, теперь я ему договариваюсь. Деревенский, каждый день он где живет, а где ходят, а где позже, в воде, а сегодня одна, два, три, два, три, два, три раза его кормят. Кто их туда будет приносить, где трактор прятать, где горющее заправляться, кто будет, как оплачивать. Заранее я все беседую, узнаю, записываю, договариваюсь. И за каждый час полтора тысячи. За каждый час. Дороги все восстановлены. Подняли мы вот настолько вот от... Ну вот столько вот поднято от того уровня, который был дороги, теперь скатывается вода. Теперь песок. Смотрите, это 15 подушка. Сверху щебень. Щебень вот только от батюшки там. Ну, пройти вот это. Я не знаю, там 100 метров. Нет, наверное. Я дал 232 тысячи. Понимаешь, что это такое? То есть я уже, можно сказать, не один миллион зарыл в землю. В прямом смысле. И мне даже нужды никакой нету. Людям хорошо, да, хорошо. Я доволен. И вот сейчас у них где-то неприятность вот-вот могут, ну, там, звери подрывают, а они никаких. Я доберусь за зверей. В прошлом году я добрался, когда до них, когда здесь все сделано. У меня за раз капкан хлопнул, сразу двоих поймал. Один капкан, первый раз такой видел. То есть я узнал, где они могут прийти. Ни на мясо, ни на что. Если они водоплавающие, я делаю так, где-то, вода утекает. У них тревога, и они туда все кидаются, скорее, золотач. Андатры. Про другое говорю любимое. Бывают барсуки. Мы тебя такие здесь постепли. Вот мы родные в браке, он на 50 лет молодого дня. И что? Не могу я до конца сказать. При рождении это дано. Он, как священник, он лучшего желать нельзя. Кроткий, смиренный, в помощь едет нагрузиться этими подарками. Там мед везет, варенье у него все есть. У меня ничего нет. Гол, как сапог. А когда коснешься до дела, у меня все есть. Смотри, сколько столбов. Смотри, сколько свай. И как мы их будем завивать. Сколько у меня друзей. Какая силища. И вам, вот как бы не это, я могу сейчас договориться. Сейчас вот по второму, в часам, Игорьу скажу, что по деревне ехал, объехал, и водитель сюда выйдет. Выйдет, мы сняли по Грузии, мы сразу на Симаковске. Туда не поедем, мы там дорогу всю используем. Итак, ребята, вы согласны на это? На Симаковске. Где купаются. Все. Володя, как ты считаешь? Не знаю, а как сырость-то там? А? Как там сырость-то работать? Нормально будет, нет? Ну, мы будем ходить по глине, по грязи, там, я не знаю, насмотреть скило. Ну, по глине-то там что? Только по... Солнце. Сказай, чтоб солнце было. Ну, мы можем даже по этой, по самой, по этой, по этой, по этой, по этой, по этой. Я бы лучше сейчас бы траву скашивал, у нас все везде заросло. Траву копаю? Вот эту бы все обкашивал, вот, возле Надежды Васильевна там все обкашил. Ну, давайте тогда расскажем. А остальные куда? Да, я тебе скилл материал сегодня от патриарха. Потому что ты после всех дел нашел, нет? Я там подхожу когда, только сейчас подошел к компьютеру. Ну, посмотри на тебя. Ну, посмотрю сейчас. Посмотри. Мне тут поработать вообще бы на компьютере. Ты меня привязал сейчас или еще? Да, это микрофон. Лежи, я уйду. Как быка на привязь. Чтоб все слышали, а то жалуются, что не слышали. Ну, ладно. Я к тому говорю, что, видимо, от рождения каждому что-то Бог отвешивает уже. И так, и прочее. Но все-таки я на то, чтобы жить бурной жизнью, не тихое озеро. Потому что жизнь – это борьба. Кто-то сказал так. Блин. Даже неуважаемый мною. Да. И вот мы начинаем все делать. Сейчас, видишь, что ты сделали. Не побуждал бы все время, не стоял бы, чтобы не разговаривали. Мы бы еще-еще, все-еще стояли бы там. А сейчас у нас все закончено. Сейчас, ну, все, солнышко. Сейчас надо выносить мусор в одно время. Я договорился с Игорем. Поеду сейчас, он никуда не может поехать. И отвезет нам сваи. Володя, подготавливай все. А что у меня спрашивали тогда? Что нам делать? Когда уже все решили? Чем займешь-то? Я ж... Кого людей? Людей. Чем займешь сейчас? Чем хотите? А что захотелось? Я займу. Запилы? Мы там маленько протрясем по соломке. Так, все идти. Дальше это трава. Соломку чуть потрясем по глине, так где. По даме. И надо смазку готовить. Отработку. И мы сейчас на той стороне будем. Мы начнем сразу уже кувалдой махать. Пошли? Отключайся. Пойдешь. Герасим, кивайся. Ты пойдешь. Бензапилу потом отремонтируешься. Здесь что-то есть? Смотри. Ну да. Надо отключаться. Так. Вырубаем. Вырубаем.